Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня очень важное видео, принципиальное видео. Органические и неорганические минералы. Польза и вред. Ложь и правда. Чем вредна термообработка и почему минералы, пройдя ее, становятся практически неусвояемыми? В качестве доказательств своей правоты я приведу цитаты из Нормана Окера, врача и нутуропата. Выдержки из брошюр и медицинских заключений крупнейших американских компаний-производителей, дорогих, качественных биологических добавок и минералов. Но главное, я покажу логику и здравый смысл, наглядные примеры и приведу иные доказательства. Много непониманий есть сейчас у зожников по теме усвоения минералов. В сети даже появилось видео, где один умник выпендривается по поводу того, что я якобы что-то не понимаю, ошибаюсь. И даже что-то более грубое было сказано в мой адрес человеком со смешной овощной фамилией. Но вот будет ему ответ, а заодно и всем людям, кто хочет в этой теме разобраться раз и навсегда и не вредить своему здоровью уже с пониманием дела. Еще раз, последний, я приведу доказательства, а не свое мнение. Мнение, вот лично для меня, мое мнение не имеет никакого значения, я ко всему подхожу беспристрастно, исключительно с аналитической точки зрения. А что я всегда говорил в своих старых, десятилетней давности лекциях, Напоминаю моим старым зрителям и поясню новым. Тема-то очень важная и принципиальная. А говорил я то, что все минералы, которые мы не можем синтезировать, как, скажем, часть витаминов, должны поступать к нам в организм непосредственно из пищи, но только в органической форме, а не в виде неорганических солей, которые однозначно вредны для организма людей и всех животных, в первую очередь вредны для почек. В природе центры долголетия при разном питании и климате находятся только там, где вода мягкая, ближе к нулевой жесткости, и общей, и карбонатной. То есть там, где она не имеет или почти не имеет неорганических солей в своем составе, то есть солей жесткости. В первую очередь солей кальция. Кстати, на этом построена теория друзьяка о вреде кальция, и там есть и правда, и ошибки, принципиальные ошибки, которые и приводят к непониманию среди зожников, кто же прав в этом споре, а кто нет. Ну, как по теме закисления и ощелачивания организма, кстати, посмотрите потом в видео, и я там точно поставил абсолютную жирную точку в этом вопросе. И вот давайте также поставлю точку и в этом вопросе, и в этой моей лекции. И вы больше не будете терять свое время на разные обсуждения и разные мнения. Друзьяк прав, но только в том, и когда речь идет не о кальции вообще, и тут он ошибается, а о неорганических солях, карбонате кальция, который и дает воде жесткость. И вот такая вода, да, вредна, как и пища, содержащая много кальция, но опять ошибка. Только вареная и жареная пища, содержащая много кальция, а не сырая, живая пища, где кальций, так нужный нам для организма, находится в органической форме. И далее я поясню, в какой, вернее, в каких формах. Я всегда говорил, что усвоиться минералы в полной мере могут только находящиеся в органической форме, хелатной, водорастворимой, ионной форме. Говорил? Да, говорил. И сейчас повторяю. Так как это просто истина, и она не меняется от моего или вашего мнения. От этого истина никак не зависит. Истина в данном контексте – это биохимические процессы, вот такие, какие они есть. Просто люди допускают ошибки и глупости, называют порой термины противоположной сути явления, а оттуда недопонимания и вторичные ошибки. А отсутствие логики и здравого мышления у многих людей в наши дни – это большая беда. Говорил я также, что при варке и жарке минералы теряют, видоизменяют свою структуру и становятся практически или полностью неусвояемыми. Ну так оно и есть. Приводил я наглядный пример даже не на логику и здравый смысл, а на вменяемость. И я не виноват в том, что люди, даже не видя очевидное, все равно выдают желаемое за действительное. И вот что я имею в виду. Вот он живой наглядный пример. Налейте воды из-под крана в прозрачную банку, кувшин. Вода будет там прозрачная? Да, если есть фильтры. Или магистральная вода уже очищена, то есть она чиста от взвесей и примесей. То да, чистая вода будет на вид. Теперь вскипятите эту воду и налейте опять в эту же банку или кувшин. Что будет через некоторое время? Ну, если вода не дистиллированная, конечно же, то будет виден осадок. Это в основном соли кальция. Это тот самый известковый осадок, который постоянно показывают в рекламах по телевидению про стиральные и посудомоечные машины. Так? Так точно. А что это такое? Что означает это явление? Только одно. До кипячения воды минералы были растворены в воде, а после термообработки кальций и другие минералы из этой воды выпали в осадок. Они изменили свою структуру, и этот осадок, безусловно, вреден и не только для техники, но и для организма человека. Есть в том, у кого сомнения. Я лично не рекомендую этот осадок с водой пить. Я также говорил и то, что можете спросить, пожалуйста, у любого врача. Доктор, а можно ли мне пить этот осадок? И вам любой вменяемый врач скажет, вы в своем ли уме вообще? Конечно, нельзя. Поберегите почки и сосуды. Верно. А вы бережете? То есть мы видим факт, физический процесс трансформации минералов, и он очевиден. А теперь особое внимание. Вы думаете, что при кипячении, то есть варке и жарке овощей, скажем, и другой пищи, произойдет чудо, и минералы, находящиеся в этих продуктах, не трансформируются? Как это мы видим своими глазами? Ну вот, что происходит в воде? Или минералы там другие, какие-то инопланетные, в другом измерении, может быть, находящиеся? Или в овощах нет воды? Все то, и все есть. Отвечу еще раз. Чудо не произойдет. Почти все минералы из любой вареной и жареной пищи точно так же выпадут в осадок, так как они так же, как и в воде, трансформируются из органической формы в неорганическую и будут вредны для нас, так как такой же осадок мертвых минералов вы получите в организм только не с водой, а с едой. А как вы хотели? Ферменты и многие витамины разрушаются при термообработке, это вполне естественно, и белки сворачиваются, то есть денатурируют, разрушаются. А тем и отличается органическая форма существования минерала от неорганической, что органическая это сложно образованные живые комплексы, в которых все взаимосвязано. И только такие комплексы, структуры, могут в полном объеме передавать все свои компоненты без изменений, как это и предусмотрела природа нашему организму, ну как и любому организму, любого живого существа. И только так наш организм может в полной мере переработать и усвоить эти минералы, не затрачивая чрезмерное количество собственной энергии, собственных ферментов и других нутриентов для процессов переваривания, всасывания, перемещения и вовлечения их в биохимические процессы в клетках. А при варке, жарке, тушении такого не происходит. И организму приходится терять огромное количество энергии, ферментов, а также выводить из организма любой ценой эти вредные неорганические минералы, часть из которых откладывается у нас в сосудах в виде атеросклеротических бляшек, то есть жир плюс неорганические минералы, в первую очередь соли, кальция, карбонат как раз, и в суставах, когда наблюдаются артриты и другие проблемы, а также при подагре, когда человек ест много мяса и соответственно видоизмененных солей натрия. Потому вывод не мой, а природы, естества, логики здесь таков. Люди извратили законы бытия, они пытаются якобы улучшить, изменить, переделать то, что создала природа для всех. Человек же протестует и как бы говорит, ты природа дура, для всех животных на своем столе ты создала все, дала им все, что нужно, а для нас людей нет, и мы тебе сейчас доделаем, улучшим, приготовим пищу, а она уже готова, ну, коли выросла, созрела, не слишком ли сильные заявления мы делаем? Так кто умнее, спросить у своей совести, себя и у разума, вы умнее или природа? И не шизофрения ли тогда, если ответ очевиден, а мы все протестуем и умничаем? Мы что, какие-то особенные, из другого теста, может быть, так сказать, сделаны? А нет, у нас точно так же делятся клетки, так же точно идет процесс биосинтеза белка и репликации ДНК, и процесс митоза, и процесс миоза, то есть бесполого и полового деления клеток так же идет, точно так же, как и у жирафа или у муравья, вообще у всех живых существ на нашей планете одинаково, только программы построения тех или иных клеток и тканей у нас разные, и душа более развитая, чем у животных, и все. И неужто кто-то из вас этого не знал, что вся биохимия в плане основополагающих процессов у всех высших и низших животных и у человека одна и та же? Ну, напишите, пожалуйста, мне об этом прямо сейчас под видео, только вот прямо и честно напишите, а то в наши дни порой сталкиваешься и с тем, что часть людей до сих пор на полном серьезе, например, считают, что насекомые это не животные. Я просто в шоке. Заканчивая о варке еды, скажу последнее. Минералы из термически обработанной пищи все одно выпадают в осадок, как и в воде. Просто этот переход мы не увидим, как в воде, поскольку даже в жидком супе ну никак не увидеть осадок минералов, так как это все перемешано с мякотью, частичками пищи. Также это не видно в кусочках самой еды, так как эти куски не прозрачны. А так все то же самое, те же процессы, тот же осадок, что и при кипячении воды в самой воде. Вот такие минералы вредны. И об этом я всегда говорил. Об этом еще сто лет назад говорил известный врач-натуропат Норман Уокер. И я скоро приведу вам его пару-тройку цитат. Да, минералы в разной еде и средах находятся в разной форме, в структуре органических соединений и обособленно. Тот же кальций может быть растворен в воде в виде карбоната кальция, а может быть в виде арогонита или цитрата в составе продукта или биодобавках. И нужны нам не карбонаты и сульфаты с такой водой, к примеру, которые вредны, безусловно, а нужны именно цитраты, хелаты, пиколинаты и другие органические формы тех или иных минералов. Ну а сейчас пару цитат из Нормана Уокера я вам приведу, а потом самое главное будет, то есть последний гвоздь в тело глупости, надменности и дешевого умничения отдельных выскочек дилетантов. Читаю Нормана Уокера три эпизода. В своей книге «Лечение соками» Норман Уокер пишет в главе «Щавелевая кислота». Уже не раз говорилось о том, что одинаковые по своему химическому составу вещества могут существовать в органическом, в скобках, дополненном живыми ферментами и неорганическом виде. В сыром виде любая пища содержит живые органические вещества и изобилует всеми необходимыми ферментами. Находящаяся в сырых овощах и их соках щавелевая кислота необходима для осуществления физиологических функций нашего организма. Щавелевая кислота легко соединяется с кальцием и если эти оба вещества, внимание, оба, органические, то такое сочетание полезно. В данном случае щавелевая кислота способствует усвоению кальция, стимулируя в то же время перистальтическую функцию организма. Но стоит живую пищу сварить или подвергнуть какой-либо переработке, как та же щавелевая кислота становится нежизнеспособной, внимание, неорганической, то есть вредной для живого организма, разрушающей его. И если она, вот такая неорганическая щавелевая кислота, образует соединение с живым кальцием, который поступил в организм с другой пищей, то этот, даже живой кальций, теряет всякую ценность и не усваивается организмом. Все это приводит к серьезному дефициту кальция, а следовательно и к разрушению костной ткани в дальнейшем. Таким образом, содержащиеся в нашей пище минеральные вещества не могут быть полностью усвоены организмом из-за термической обработки продуктов. Кроме того, все, что зачастую препятствует усвоению других элементов, которое возможно лишь посредством химического или иного воздействия. Наибольшее количество органической щавелевой кислоты содержится в свежем шпинате, листьях свеклы, репы, горчицы, в огородной капусте и широколистном французском щавеле. Дорогие товарищи, здесь я от себя кое-что хочу добавить. Щавелевая кислота полезна, а тот вред, о котором вы слышали о ней в зо-журналах и так далее от врачей, это действительно правда, но только тогда, когда она видоизменяется и когда щавель, ревень, шпинат и так далее варят, вот шпинатные супчики действительно доводят до этих проблем с образованием кристаллов щавелевой кислоты, вред идет там для почек, мочевого пузыря и так далее, и так далее. А если эта кислота живая, органическая, полученная из свежей листвы или соков, приготовленных из этой листвы, то тогда одна польза и никакого вот такого вредного воздействия нет. Вот как казалось бы один и тот же элемент может приносить и пользу и вред. Ну а вот важное дополнение. В его той же книге в главе «Сок листьев горчицы» я зачитаю вам маленький абзац. В листьях горчицы содержится достаточно много щавелевой кислоты, поэтому их ни в коем случае нельзя есть в вареном виде. При тепловой обработке органическая щавелевая кислота переходит в мертвую неорганическую щавелевую кислоту, которая связывает с соли кальция, способствуя образованию песка и камней в почках и мочевом пузыре. Ну и закончу еще одной главой о роли магния. А магния очень важный макроэлемент. Так вот, о роли магния, обладающей огромной живительной силой, речь уже велась. Его тоже много в салате. Особенно этот элемент ценен для мышечных тканей, мозга и нервов. Органические соли магния служат строительным материалом в основном для клеток нервной системы и легочных тканей. Они также способствуют поддержанию нормального кровообращения и ряда других функций, без которых невозможен правильный обмен веществ. Известно, что для эффективного использования соли магния необходим кальций. Этот элемент также содержится в салате в достаточном количестве. И именно такое сочетание элементов делает салат латук исключительно ценным овощем. Многие заболевания нервной системы связаны с тем, что указанные выше элементы поступают в организм в неорганическом виде, например, через мясную пищу и крупы. Дальше пропускаю, и он пишет, однако, если эти вещества поступают в организм из продуктов, прошедших термическую обработку, то есть из неживых продуктов с измененным химическим составом, о чем я постоянно твержу в своих лекциях, то это может стать причиной многих проблем, в том числе и облысения. Дальше он дает советы по комбинации овощных соков. Я думаю, вполне достаточно, повторяться нет смысла. И вот теперь как раз пора дополнить и уже поставить в этих вопросах жирную точку окончательно. Итак, в первую очередь я беру аннотацию фирмы Solgar, известная американская компания, а потом других производителей минералов, и мы пройдемся с вами по самым главным микро и макроэлементам. Сейчас моя небольшая реклама, но, как говорится, оставайтесь с нами, самое интересное и важное будет после нее. Кто не подписался, подписывайтесь вот на этот мой главный канал, нажмите рядом на колокольчик, выберите, чтобы вам приходили все уведомления о выходе моих новых видео. Но если они вдруг не приходят, а с Ютубом такая проблема сейчас бывает, то можно поступить еще и по-другому. На нашем сайте nadgar.ru в самом низу, если пролистнуть страничку до самого конца, есть такое поле подписаться, туда надо ввести свой электронный адрес и нажать кнопку подписаться, и тогда вы точно будете получать от нас все уведомления о выходе наших новых каких-то информационных продуктов, видео, ну и прочей рассылки, которая будет вам весьма полезна, я по крайней мере на это надеюсь. Захотите, подпишитесь. Я зачитаю из данной брошюры то, что касается нашей темы, и дело, конечно, не в самой фирме, я ее вообще не представляю, и проценты с нее не получаю, а дело тут в ее официальных заявлениях, ответственности, гарантиях, и в знании технологий и биохимии. Ну, в отличие от горлопанов неучей, утверждающих, что нет разницы, какие минералы поступают с пищей или добавками к нам в организм, в органической форме или в неорганической, а также то, что после варки минералы якобы не изменяются, и мы их усваиваем в любом случае, и так начинаю. Первое, цитрат кальция с витамином Д3, есть такой у них препарат, причем цитратная форма кальция, в отличие от карбоната кальция, хорошо усваивается организмом, даже при пониженной кислотности желудка. Прием цитрата кальция способствует подавлению процесса камнеобразования в почках, конец цитаты. Идем дальше. Второй элемент медь. Компания Solgar гарантирует, что таблетки хилат меди содержат медь в хилатной форме, что обеспечивает их быстрое усвоение и эффективное действие. Кстати, медь важна в том числе от седины, так как главная причина седины это нарушение медного обмена в печени, вызванное недостатком меди. Но скажу вам тут пару слов очень важных. Какая медь может усвоиться? Любая? Ну тогда можно пить из медных кружек и эта медь вы думаете усвоится? Нет, конечно. Я поражаюсь безграмотности людей. Свою антигрибковую функцию действительно медь неорганическая, получаемая в небольших количествах из медной посуды конечно осуществит. Но в биохимические клеточные процессы такая медь не вовлекается никогда. Я говорил об этом много сотен раз в своих разных видео, в том числе в видео о меди и о медной посуде. Но только не допустите, не сделайте ошибку, не губите свое здоровье. И уж если покупаете, будете покупать кружки и другую посуду из меди, то только из чистой меди марки М1, в которой 99,9% чистой меди, то есть она идет без свинца и без олова, как это есть в любой иной медной посуде, например индийской, в которой всего лишь около 70% чистой меди. Вот посмотрите непременно эти мои два видео про медь. Ссылки будут в описании. А если захотите купить посуду из чистой меди марки М1, то пожалуйста вот на сайте надгард.ру есть целый раздел по посуде из этой чистой абсолютно безопасной, так как там нет свинца и олова меди. А все байки про вред посуды из меди идут только от того, что в меди, которую покупали и пользовались люди, есть олово и свинец. Вот и все. А роль хилатной меди в органической форме, получаемой с питанием из растений огромна и в кроветворении, и в транспорте железа, и в формировании миелина, и в синтезе гемоглобина с эритроцитами. А хотите, чтобы я сделал отдельное видео прямо по этому уникальному минералу медь, вот так, как я уже делал, например, по минералу цинк. Кстати, кто не смотрел, посмотрите. Вот если захотите, напишите под этим видео мне, не поленитесь, да, я хочу, чтобы вы сделали такое видео про минерал медь. И вот там я все разберу, все за и против, отвечу на все вопросы, развею все сомнения. Третий минерал, хром. Хром помогает организму вместе с инсулином усваивать сахар, он снижает аппетит, уменьшает скачки сахара в крови, убирает в какой-то мере инсулино-резистентность, помогает справиться с обжорством. Написано черному по белому, фирма гарантирует, что пиколенат хрома содержит оптимальную дозировку хрома в легкоусвояемой органической форме. Еще одно подтверждение того, что бывают органические формы существования минералов, и не правы те выскочки, которые выпендриваются и говорят, что этого не существует, разницы нет никакой и тому подобное. Вы поняли? Есть разница. И она принципиальная разница между органической формой существования минерала и неорганической. Следующий, четвертый минерал, цинк, он важен и для тестостерона, и защищает от рака простаты, повышает сопротивляемость организма к инфекциям, вирусным заболеваниям, предотвращает, кстати, выпадение волос, и многое-многое другое. У меня было видео о нем. А теперь слушайте внимательно. Цитата. Входящий в состав флавоцинкцитрат и глюканатцинка легко усваивается организмом, и в отличие от неорганических форм цинка, вы поняли, прямо черным по белому, и они за каждое свое слово отвечают миллионами долларов. Еще раз. Цитрат и глюканатцинка легко усваивается организмом, и в отличие от неорганических форм цинка, то есть разница есть, и она огромна, не вызывает тошноту и другие побочные эффекты со стороны ЖКТ и так далее и тому подобное. Пятый важнейший элемент селен. Селен это мощный антиоксидант. Он обладает противоопухолевым действием. Он важен для половой сферы и для мужчин, и для женщин. Он защищает организм от поступления в него тяжелых металлов и выводит их. Такие как свинец, кадми, ртуть и так далее. Кстати, в программе вместе с грибом дождевик это будет гарантированный вывод из организма и тяжелых металлов и радионуклидов. Посмотрите непременно потом вот это мое видео гриб дождевик. Селен я рекомендую употреблять тройную дозу от рекомендованной в течение первых двух месяцев, а потом двойную. Кстати, селен еще и улучшает усвоение йода. Вот что пишет компания Solgar. Наша компания производит селен в легко усвояемой органической форме. Селенометионин. Ну и далее по тексту. А теперь, дорогие товарищи, открываем другую брошюру фирмы Nature's Bounty. Тоже компания США, производящая препараты более 40 лет. Одна из крупнейших в США. Она тоже пишет про хилатную форму цинка, про цитрат цинка, органическую соль магния, которая хорошо растворяется в воде и усваивается. Пишет дальше следующее. Железо в форме без глицината представляет собой органическое соединение, которое обеспечивает высокую степень усвоения и так далее по тексту. Вы понимаете ответственность этих компаний, которые вращают миллиардами долларов? Если бы хоть слово было неверным, а не то, что принципиальнейшие вопросы медицины и биохимии, то их бы давно засудили моментально. Там только и рыщут адвокаты и хитрецы на ниве судебных тяжб и разорили бы их давным-давно. Ну все, да? Надеюсь, вопрос теперь закрыт навсегда, и потому остаются только выводы. И давайте перейдем к выводам, и на этом закончим. Итак, выводы. Первый. Все. Хватит самомнений и верований, основанных на желаниях. Дайте по ушам этим умникам, которые до сих пор хорохорятся и выпендриваются. Второй пункт. Как бы вам не хотелось во что-то верить, будьте выше этого и верьте в то, что обосновано, полно и доказательно. Третий пункт. Применяйте эти важные знания на практике, чтобы дольше и качественнее жить и развивать себя, землю, мир вокруг вас и других людей. Четвертый пункт. Ешьте как можно больше зелени и овощей, крестоцветных, салаты, все, что на вкус не сладкое, но зеленое. Пятый пункт. Как можно меньше варите пищу и вовсе не жарьте ничего. Пропорция, максимально допустимая для здоровья, это 70% на долю живой пищи и 30% на долю вареной, но не более. Шестой пункт. В БАДах, препаратах, добавках принимайте только то, и в чем минералы находятся только в органической форме. Седьмой пункт. Мои рекомендации принимайте дополнительно в наши дни, когда пища и почвы, на которых эта пища выращена, не содержит уже давно все те элементы в необходимом количестве, которые когда-то писались в таблицах. А поэтому в наши дни просто необходимо принимать те добавки, в которых в концентрированном виде содержатся дефицитные, но так жизненно необходимые питательные вещества, главными из которых являются многие микроэлементы. Итак, рекордсмены. Во-первых, это фукус в гелеобразной форме натив. Непременно посмотрите моё видео хотя бы первую половину лекции дисбактериоз. Во-вторых, спирулина, хлорелла, сок проросков пшеницы, проращивайте семена амаранта и брокколи. Моё видео брокколи, посмотрите. Восьмой пункт. Говоря о так называемом палеопитании, то есть о фантазии тех людей, которые действительно верят в то, что их предки были неандертальцами и ели сырое мясо, то хотя бы в этом есть логика именно в том смысле, что если мясо не варить и не жарить, то по крайней мере из него действительно можно будет получить очень много важных питательных веществ, в том числе минералы в органической форме, витамины, не разрушенные термообработкой, жирные кислоты и так далее, и так далее. Там другой вопрос в белках. И если захотите разобраться, понять, в чём же вред высокомолекулярных белков, то посмотрите непременно вот эти два моих видео. Первый, мясо и второе, раздельное питание. И вы, я надеюсь, всё абсолютно поймёте. Девятый пункт. Обязательно посмотрите мои следующие лекции, которые я вам сейчас посоветую. В них очень важна информация и важнейшие советы, которые помогут вам оздоровиться и дольше прожить здоровыми людьми, если только вы не будете лениться. Итак, я перечисляю. Мои лекции. Калории. Почему вас тянет к сладкому? Интервальное питание и голодание. Раздельное питание. Почему нельзя есть после 16.00? Кислотно-щелочной баланс. Кето-питание и веганская кето-диета. Клетчатка. Этот орган, о котором вы не знали. Почему зожники болеют? Почему мы не можем питаться только плодами? Связь сахара и рака. Как очистить сосуды? Какую воду надо пить? Водородная вода. Моё последнее видео на эту тему. Ну, хотя бы посмотрите это для начала. Не просто смотрите. Выписывайте, конспектируйте, помечайте стрелочками причинно-следственные связи между всеми событиями, явлениями, анализируйте, выписывайте под конспект себе. И тогда у вас все вот эти как бы пазлы сойдутся в единую картину мира понимания. И вы будете знать, а не верить. Ну что ж, дорогие друзья, пишите под данным видео, какие вы хотели бы, чтобы я сделал видео, какие вопросы мне стоит осветить. Да, ту лекцию, которую я обещал, которая будет называться «А что же тогда есть?» я обязательно сделаю в ближайшее время. Это тяжелый труд, но я добью этот вопрос, обещаю. Понравилось вам данное видео? Важную тему я затронул и объяснил? Тогда ставьте лайк, поддержите мой канал. Это будет очень важным стимулом для выпуска мною новых, очень важных и ценных видео для вас. Делитесь моими видео в соцсетях, не поленитесь перекинуть своим друзьям, близким в какие-то соцсети вот это мое видео, другие мои видео с рекомендациями посмотреть обязательно. Ведь это наше общее по сути дела, как бы мы не отмахивались. Ну и подписывайтесь на мой канал, кто этого еще не сделал. В общем, я желаю всем честным, хорошим и порядочным людям, во-первых, здравомыслия, ну и потом уже крепкого здоровья. Его ведь еще надо заслужить. Ну а на этом все, я с вами прощаюсь до новых видео, до новых встреч. Всего вам самого лучшего.